Штаб по комплексному развитию региона, глава области, на этот раз провел дистанционно. Алексей Русских находится в командировке в Москве. И первая тема для обсуждения – ситуация по водоснабжению в железнодорожном районе. В ночь на 19 августа из-за подвижки грунта произошла авария на водопроводе. Люди на несколько дней остались без воды. Сегодня мы полностью восстановили нормативных параметров водоснабжения железнодорожного района города Ульяновска. Сегодня водоснабжение подается во все многоквартирные дома, на все социальные объекты. Сейчас служба 05, городская служба проводит обследование каждому многоквартирного дома. Атака ремонтной работы по восстановлению водоснабжения временной, добавляет Вавилин. С сегодняшнего дня начинается строительство двух новых водоводов. К 1 сентября должно быть все готово, чтобы успеть к отопительному сезону. Жители Кендяковки боятся, что за это время ситуация может повториться. О своих опасениях они заявили во время прямого включения на штабе. Заменили кусок трубы, а никто не дает гарантии, что на следующем метре опять не произойдет того же самого. Люди опять останутся без воды. А без воды невозможно жить без воды, тем более, когда на улице 35 градусов жары. В свою очередь Алексей Русских просил отблагодарить аварийные бригады, которые, цитата, работали без сна и отдыха. Выразил благодарность и волонтерам. Они доставили нуждающимся более 15 тысяч литров воды. А вот местную администрацию глава региона пожурил за дезинформацию о подаче воды, которая неоднократно менялась. В случае выявления каких-то вот таких несчастных ситуаций я прошу сообщать немедленно. Потому что после дела мы три часа с вами потеряем. Далее по значимости коронавирусная повестка. За последние сутки в регионе выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19. В Ульяновской области намерены ужесточить ковидные ограничения. Правда, пока антиковидные меры на уровне проекта. Если изменения в указ губернатора одобрит глава региона, то режим повышенной готовности продлится до 26 сентября. Закроют фудкорты, кинотеатры и театры. Отменят концерты и массовые мероприятия. В торговых центрах вновь запретят находиться несовершеннолетним. Там уберут Wi-Fi, а в ЗАГСах количество гостей уменьшат до 10 человек. Предлагается ввести так называемые ковид-фри зоны, которые дают возможность организациям осуществлять свою деятельность. Ночные клубы, кинотеатры, театры, объекты культуры, они смогут работать, если их владельцы, собственники заявятся для получения статуса ковид-фри зоны. А я напомню, для этого нужно провакцинироваться 100% персоналу и, соответственно, доступ будут туда иметь люди, которые провакцинировались. В Ульяновск области коллективный иммунитет выработан на 52%. Работают 60 пунктов вакцинации. В сутки вакцина получает порядка 1700 жителей. Минздрав готов прививать до 4500 человек за 24 часа. Средние сроки лечения пациентов непривитых в настоящее время составляют порядка 13-14 дней. Средние сроки лечения привитых пациентов составляют в среднем 9,5-11. Это один показатель, который говорит о том, что заболевание что-то значительно легче. Это первое. Второе, самое главное, что количество осложнений у пациентов привитых полностью, оно достоверно ниже. Обсудили на штабу подготовку к отопительному сезону. На данный момент готовность 90% на особым контроле в профильном министерстве, закупка твердого топлива, подготовка четырех теплоисточников в Павловке, а также модернизация котельной Корсунской центральной городской больницы. Что касается гидравлических испытаний, нами размещены в ГИС ЖКХ и на порталах всех графики осенних гидравлических испытаний. Испытания проходят только в соответствии с графиками. В десяти муниципальных образований проходят гидравлические испытания без порывов. В базарном ССГХ был порыв, его устранили. Александр Костомаров отчитался по обращениям граждан в соцсетях. Традиционно в лидерах вопросы по линии здравоохранения. Однако зафиксированы повторные обращения после прямой линии главы региона. Так, 317 жителей из Сильнинского района снова жаловались на плохой интернет. Это говорит о том, что министерство не отработали вопросы, заключил исполняющий обязанности замгубернатора. На штабе также утвердили дату открытия новой развязки на президентском мосту. Движение по участку откроют 25 августа.